Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и сегодня мы поговорим о цифровых камерах для микроскопа от известного американо-российского бренда Levenhuk, а именно о младшей линейке Levenhuk M-Base. Друзья, поехали! Итак, друзья, что такое цифровые камеры для микроскопа? По сути, это видеоокуляры, представляющие из себя цифровой сенсор, заключенный в металлический корпус, который устанавливается вместо обычного оптического окуляра вашего прибора и позволяет сделать микроскоп не просто пригодным для визуальных наблюдений, но еще и для фото- и видеофиксации вашей работы. Безусловно, аксессуары очень полезны. Сегодня мы рассмотрим всю линейку и потестируем конкретно прибор, который непосредственно участвует в нашем обзоре. Это цифровая камера Levenhuk M-Base 200. Не будем более тянуть, давайте переместимся к этой камере поближе и расскажем о ней поподробнее. Вообще, линейка базовых видеоокуляров для микроскопа Levenhuk Base M включает в себя 5 моделей, в каждой из которых используется чувствительный элемент типа CMOS, отличающийся по габаритам и мощности от прибора к прибору. Внешне же все камеры выглядят абсолютно идентично. Металлический корпус синего цвета, размером и формой напоминающий обычный визуальный окуляр. Увеличение приборов эквивалентно 10-кратному окуляру. Итак, давайте кратко рассмотрим каждый инструмент линейки. Камера M35 с сенсором диагональю 1,4 ведиконовых дюйма и разрешением 0,3 Мп с максимальным размером захватываемого материала 640х480 пикселей. Видеозапись при этом ведется с частотой 30 кадров в секунду. Видеоокуляр M130 оснащенный камерой 1,3 Мп с диагональю матрицы равной 1,3 дюйма, максимальное разрешение которой составляет 1280х1024 пикселя. При этом запись видео при таком размере кадра проходит с достаточно низкой частотой, всего 7,5 кадров в секунду. Однако с понижением разрешения можно добиться чуть более плавного движения картинки, 12,5 кадров в секунду при фрейме размером 1024х768 пикселей. Стоит отметить, что таким образом ситуация обстоит и со всеми прочими приборами серии. Видеозапись на максимальном разрешении производится с крайне малой частотой кадров, что может несколько затруднять фиксацию наблюдений за движущимися микроорганизмами, но с чем, к сожалению, приходится мириться. Камера M200 герой нашего обзора имеет разрешение 2 Мп или 1600х1200 пикселей и сенсор размером 1,3,2 дюйма. Частота видеозахвата при наивысшем качестве записи составляет 5 кадров в секунду. Levenhuk M300 Base оснащена чувствительным элементом размером 1,2,7 дюйма с максимально доступным разрешением 3 Мп, 2048х1536 пикселей. Частота кадров при видеозаписи на котором равняется 3 фреймам в секунду. Камера M500 старшая модель линейки, за которой в ассортименте производителя следуют более мощные приборы из серии Levenhuk M+. Имеет матрицу с диагональю 1 к 2,5 дюймам и наивысшее разрешение среди приборов Base 2592х1944 пикселей или 5 Мп. Запись видео при максимальном размере кадра доступна на частоте всего 2 кадра в секунду. В комплект поставки каждого из приборов входит также кабель mini-USB и USB 2.0 для подключения к компьютеру или ноутбуку. Напомним, что камерам Levenhuk M-Base для работы обязательно требуется подключение к внешнему устройству, а также диск с программным обеспечением и инструкция по эксплуатации. Стоит отметить, что программа Levenhuk Lite, в которой собственно и будет проходить вся работа с камерой, является не менее важной составляющей набора, чем сам видеоокуляр. Для начала работы прибор необходимо установить в окулярный узел вашего инструмента. В качестве примера мы выбрали тринокулярный микроскоп Levenhuk Med T45, в котором предусмотрен отдельный тубус для видеокамеры. В бино- и монокулярных же моделях видеоокуляр серии Base монтируется на место, занимаемое обычным окуляром. После первого подключения к компьютеру или ноутбуку с диска из базовой комплектации потребуется установить необходимые драйверы для вашей модели камеры и ранее упомянутое программное обеспечение, на котором мы остановимся чуть подробнее. Программа Levenhuk Lite, с которой работают устройства Levenhuk Base, содержит достаточно большой инструментарий для технической обработки фото- и видеоматериалов. К слову, не обязательно захваченных видеоокуляром. В нее без проблем можно загружать и сторонние фотографии, и видеофайлы, и проводить манипуляции с ними. В левой части окна программы содержится большой перечень основных настроек захвата. От выбора модели камеры, что актуально в том случае, если к вашему устройству подключено сразу несколько приборов, и установки разрешения, до выдержки, коррекции цветов, баланса белого и прочего. Однако стоит отметить, что даже при выставлении данных параметров вручную, программа все равно будет автоматически пытаться привести конечное изображение к некоему внутреннему стандарту, что порой сводит на нет работу с осветительной системой микроскопа. Большую часть экрана занимает выбранный пользователем фото- или видеофайл, либо изображение с камеры, передаваемое в онлайн-режиме. Переключение между ними происходит путем выбора соответствующей вкладки в верхней части рабочей области. Шапка программы LivingooClight содержит множество дополнительных функций для обработки материалов, однако наибольший интерес и практическую пользу представляет возможность проведения различных замеров, для чего потребуется калибровка, осуществляемая с помощью дополнительного аксессуара, калибровочного слайда или микрометра. К сожалению, на момент обзора такой слайд отсутствовал в нашем распоряжении, и чтобы продемонстрировать, как работает данная функция, мы решили воспользоваться обычной линейкой. Итак, калибровку необходимо производить для каждого объектива отдельно. Доступны варианты 4, 10, 20, 40 и 100 крат. Далее мы устанавливаем прочерченную программой линию между двумя значениями на шкале микрометра, а в нашем случае линейки, и выбираем реальное расстояние между ними и единицу измерения. Процедура калибровки для данного окуляра завершена. Выбрав его в соответствующем окне, мы увидим, как в соответствии с ранее указанной единицей измерения изменится значение на вертикальной и боковой шкалах, обрамляющих окно с изображением. Переключимся на ранее захваченное фото с мушкой дрозофилой и проведем измерение. Среди доступных вариантов прямые и кривые линии, углы, дуги, различные геометрические фигуры. С помощью прямой линии попробуем измерить ширину головы насекомого. При переключении между файлами в программе Living Hook Lite необходимо заново выставлять желаемую единицу измерения через опцию разрешения, как и сейчас, чтобы в замерах отражались миллиметры вместо пикселей. Проделав необходимые манипуляции, мы наконец-то получаем интересующее нас значение 0,58 мм. Потестируем и другие способы замеров. Например, узнаем угол, под которым согнута одна из конечностей мушки и измерим диаметр ее глаза. Как видите, при проведении многих исследований данные функции могут быть очень полезны. Что ж, давайте перейдем к тесту, в котором нам помогут образцы из набора готовых препаратов Living Hook N20NG. Видеозахват, несмотря на, казалось бы, достаточно низкую частоту кадров, как заявлено производителем, всего 5 кадров в секунду при максимальном разрешении 1600 на 1200 пикселей, на практике выдает достаточно плавную картинку с хорошей детализацией. Неплохо видны общие детали строения насекомого, отдельные сочленения конечностей, волоски и коготки на кончиках лап на увеличении 40 крат. С повышением кратности до 100 становятся доступны даже некоторые элементы внутреннего строения, просвечивающие сквозь хитиновую оболочку мушки. Прекрасно различимы отдельные фасетки на глазах, автоматическая настройка баланса белого, выдержки, яркости и контраста с 10-ти кратным объективом работает лучше, чем с более светосильным 4-х кратным, из-за чего, вопреки логике, конечная картинка выглядит даже светлее и детализировании. А это кровь человека на увеличение 400 крат. При должной настройке резкости хорошо различимы отдельные красные кровяные тельца с характерной выемкой посередине. На заднем плане виднеются полупрозрачные плазматические структуры, а вот это темно-синее пятно – лимфоцит, клетка иммунной системы. В целом, наша камера, конечно же, уступает в плане качества и детализации изображения фотоаппарату, подключенному к микроскопу через переходник. Однако для своей невысокой стоимости, при малых размерах сенсора, она выдает достаточно читаемую даже с мощными темными объективами картинку, а записанные ей материалы вполне пригодны к использованию в любительской микроскопии и в некоторых сферах профессиональной деятельности. Ну а возможности программы Levenhuk Lite, поставляемых в комплекте с видеоокулярами M-Base, добавляют им очко в сравнении с другими, зачастую более дорогими решениями аналогичного профиля. Что ж, друзья, как мы с вами убедились в ходе теста, цифровые камеры Levenhuk M-Base – это действительно очень интересный и полезный аксессуар, потому как они позволяют расширить возможности вашего микроскопа и позволяют вести не только визуальные наблюдения, но и производить фото- и видеофиксацию ваших исследований, а также делать замеры изучаемых объектов и производить базовую обработку фото- и видеоматериалов. В чем-то такие приборы, конечно же, будут уступать обычной цифровой камере, подключенной к микроскопу через систему переходников, но в то же время решение Levenhuk M-Base будет очень полезно для новичка, так как имеет ряд предустановок и достаточно просты в использовании. Отличный вариант для тех, кто хочет погрузиться в мир микроскопии и при этом не перегружать себя лишней техникой и взаимодействием с ней. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Также, если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео или вы сможете прокомментировать тему нашего текущего ролика, обязательно все это оставляйте в комментариях под видео. Будем общаться и развиваться вместе. Также не забываем, что в описании вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте Opticus Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!